добрый день друзья сегодня мы находимся на новостройке по сары арка строится обратились неравнодушные граждане и потенциальные клиенты этого дома и у них вызвал вопрос насколько правильно технически оформляется газораспределительная установка потому что здесь по проекту планируется сколько домов попадаете вас как зовут меня верху первых заботы о байсона то байсона строит сколько домов должно быть по проекту 6 домов должен сейчас поставили сколько вы построено вот четыре дома 4 дома а еще два дома должен построить вот и со слов представителя подрядной организации он говорит что его акиман города как считал просит отдел строительства заказчик накиман города как штал просит запустить несмотря на то что двух домов в этом году не будет запустить эти газораспределительные установки и данный подрядчик в недоумении как так он сейчас газ запустит условно даст в эти дома потом когда построит два дома обратно потребуются финансовые средства чтобы это переделать и запитать два дома также вот так вот должно быть говорить мы пока данное время нету поэтому что люди не страдали и пригласить пригласили суда заместителя директора т.о. кокшталт трансгаз яс бейбутович яс бейбутович насколько правильно поставлена эта газораспределительная установка эта перемычка и хватит ли именно этих емкостей обслуживать целых шесть домов так добрый день в данный момент видим котлован где установлен две емкости как утверждает что по 5 кубов каждая емкость паспортов на данные емкости имеются ну в паспорте как как таково нету разъяснения того что две емкости должны соединяться именно вот так то есть конкретно технологических трубок выходов для соединения двух емкостей нету во первых во вторых в котловане емкости не занки рованы то есть не закреплены незаконченная работа просто вопрос пока стоит мы можем его будем менять она поэтому стоит сейчас важно ваша консультация она еще не заделаны это как подсказать дело в том что емкости имеют гидроизоляцию ну если вы посмотрите с той стороны то это гидроизоляция чуть-чуть отпала то есть качество работает на этой бочке она заводская гидроизоляция есть вот видите вот даже вот эту гидроизоляцию ему не надо делать это заводской идет гидроизоляция мы три слоя сверху еще дополнительно делали она вообще не нужна даже она заводская и так изолированы она заводской и так-то изолированы заводской мы еще двойной тройной слой еще изолировали работающие не до конца не не доделаны получаем то заземление как он у вас сейчас данный момент просто есть такой акт что это работает работа стоит вопрос несколько вопросов еще не так не закончен не окончена работа у вас профессионально газом занимается у нас есть все работает просто она стоит давно уже вопросом у вас устанавливают емкость просто дальнейшем что вопрос не это закону делаем по проекту у нас несколько у нас изменение есть еще до сих пор процессе идет мы еще не закончили до домов нет увидите мы еще как не знаем по проекту делать изменение много мы стоим но мы писали ответ строительству они отправили этот проект проект трёпщик рассматривать все изменения происходит но не этого два дома не стройно они еще будет не будет мы не знаем вот 4 дома в этом году даже не вообще задать говорить это дома нету она вообще идет вот через эти дома и вопрос о том что вот газопровода должен проходить а проводиться непосредственно в помещении где используется газовое оборудование то есть а вот в этом вот на этих домах мы видим что вот газопровода он идет и в каждую квартиру от целенаправленно по моему в подъезд он идет как бы такой вопрос как он здесь проходит каждый меня у нас он не проходит по проекту как должно быть по проекту говорят что проект сам не видел утверждает что я вас понял у нас по мы по проекту делаем до подъезда у нас вообще наружность наружка делаем да еще с другой организация это все получает минуточку получается вы развод внутри наружку доведете до подъезда в квартиры вы заводить не будете у нас проекте нету это другой игра организация внутри какая организация не знаю кто выиграл в разные визит фирмы а теперь смотрите что у нас получается данная компания устанавливает только емкости выводит трубы по наружке и доводит до подъезда кто будет вводить в квартиру непонятно и теперь уважаемые жители ситуация получится у нас вот такая у нас есть арарка 14 из арарка 15 и там проблема такая же кстати у нас тут присутствует а я коллегина депутат как штабского городского маслехата от народной партии казахстана а я вам рахмет оперативно откликнулись приехали теперь для жителей объясню получится ситуация какая как-то на сарарке 14 из арарка 15 точно так же но там я напомню 38 миллионов закопали такие игрушки и половина жителей не подключены то есть начинала делать одна компания трубы бросила 3 вторая компания а в квартиру до потребителя доводила третья компания и получился слоеный пирог и вот сейчас мы наглядно видим что отдел строительства города как шутау по непонятным причинам тормозит строительство двух домов они должны были в этом году быть построены правильно даже до должны быть построены но может еще построить я не знаю в данное время стоит а я показала что ничего здесь нет пустырь но вопрос в другом как быть с этими газораспределительными установками у нас в городе как шутал специалист в этом вопросе мартыненко александр григорьевич кстати он является почетным строителем города как штал довольно длительное время возглавлял управление строительства окмолинской области из его молчаливого согласия мы видим какой он строитель происходит вот такое вот безобразие а я благодарю чтобы посмотрел александр григорьевич этот сюжет обязательно да 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 нет необходимо чтобы сеть калия тайслав бауржан сеть калиевич лично приехал сюда с технадзором с жкх кстати обращаюсь еще прокуратуре города как шутал вот здесь мы вчера с вами беседовали господин турсунов получился такой живой диалог я вот прошу вас обращаюсь пока на стадии строительства чтобы завтра не говорили что вы не можете найти подрядчика не можете найти заказчика не знаете куда ушли деньги предлагаю в понедельник сегодня пятница в понедельник встретиться пригласить депутата айу калягину пригласить членов комиссии которые у нас занимаются газом городе как что непосредственно мартыненко александр григорьевич пригласить газовиков ты его кокштал трансгаз пригласить депутат джуркин газ козмет пусть специалисты здесь встанут и объяснять нашим строителям как оно должно быть по технически они так как и нарисовали непонятно кто правильно но мы за по проекту делаем я понимаю я просто что заказчик скажет так и делаем потому что вот я говорю она стоит данный время если несколько вопросов она еще не решено стоим будем до конца она еще не решена действительно необходимо чтобы все потом когда дома были не было таких пропусков газа потому что джуркина приходилось перри варивать перепаивать и поэтому все очень медленно газ подается на самом деле подается но очень медленно это все затрудняется как раз таки неправильно выполненными работа сейчас такого мы заранее приняли превентивные а я рахмет вам большое за откликнулись рахмет диаз бейбутович беркут вам рахмет